Писатели, журналисты, деятели культуры и науки объединились в ассоциацию «Свободное слово». Это объединение возникло после выхода группы литераторов из российского ПЕН-центра из-за несогласия с отходом руководства организации от правозащитной деятельности, записанной в хартии Международного ПЕН-центра. «Свободное слово» заявляет себя как российское отделение Международного ПЕН-центра и соблюдает все основополагающие принципы организации. Об этом, представляя новое объединение, сказал публицист Александр Архангельский. Это ассоциация, то есть это свободная ассоциация, объединяющая людей, у которых разные политические взгляды, но есть совпадение в одном, что без свободы слова никакого развития быть не может, и что солидарность людей, занимающихся словом, это вещь крайне необходимая и для настоящего, и тем более для будущего. И никакого деления по профессиональным, клановым и тем более иерархическим структурам не будет. Это и журналисты, и писатели, и переводчики, и издатели. Это все, повторяю, кто работает со словом. Для кого слово – это строительный материал его жизни. И единственный документ, который мы признаем, это хартия международного ПЭНа. Она очень короткая, внятная. Собственно говоря, в ней сформулированы те несколько принципов, вокруг которых объединились самые разные люди. По словам писателей-сценариста Марины Вишневецкой, у нового объединения пока нет окончательно оформившегося списка участников. Но к членству ассоциации стремятся все, кому не безразлична ситуация в стране со свободой слова, и кто видит, что с каждым днем свободное пространство в журналистике, культуре и науке сжимается. О нашем объединении, которое, в общем-то, правоприемник, я считаю, может быть, просто преемник того объединения, которое зародилось внутри Русского ПЭН-центра. В конце октября 2015 года, как только случился суд над Натальей Шариной, группа из, по-моему, более ста человек, членов Русского ПЭН-центра, написали заявление, которое не стал принимать исполком Русского ПЭН-центра. И мы поставили под ним свои подписи. И тогда мы еще думали, что сможем существовать внутри Русского ПЭН-центра. И вот дело Натальи Шариной для нас в каком-то смысле, ну, талисман, если можно такую несчастливую историю считать талисманом. И с тех пор мы следим за этим делом, и сейчас мы ходим на суды над Натальей Шариной. За время существования нашего такого еще вибрирующего объединения, мы всего там полтора месяца как бы только как хотим создаться. Мы сделали два заявления. Первое было по поводу новой газеты, угроз журналистам, и второе по поводу Руслана Соколовского. Вот эти два заявления тоже есть на нашем сайте с подписями. Кстати, пока только по подписям вы можете понять, кто является членами организации. У нас еще объединение. У нас еще окончательного списка даже нет. Государство пытается обуздать свободолюбивых художников и журналистов, причем как кнутом, так и пряником. По словам члена президентского совета по правам человека, журналиста новой газеты Леонида Никитинского, и с тем, и с другим бороться одинаково сложно. То, что я сейчас буду говорить о журналистике, постараюсь очень коротко, это касается, конечно, не только всей культуры, но также и демократии, религии, и вообще всей жизни в России, и не только в России. Именно идет процесс превращения подлинности в некие симуляции. В симулякры превращаются демократические институты, в симулякры превращается журналистика. Вот я в основном о журналистике. В докладе вы прочтете много примеров, там очень последовательно и Галя Арапова там изложила свою часть. Какие принимаются законодательные акты против свободы слова, какие принимаются конкретные решения против свободы слова. Но власть, помимо политики Кнута, еще применяет политику Паряника, которая еще, на мой взгляд, наносит еще больше вред. Выступая перед президентом, как член Совета по правам человека, я тоже ему это говорил. Очень интересно, что Путин на мою речь отреагировал фразой, которая означает, что он очень точно понял, о чем я ему пытался сказать. Потому что он ответил так. Так вы хотите, чтобы вы нас критиковали, а мы вам еще и деньги платили? Он прекрасно понял. Вот модель, которая сидит в голове у власти. Вы наше средство, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Напиши про меня, хорошо заплачу, напиши, плохо. Я тебя не буду даже убивать, преследовать. Это только в раннем случае. Я тебе просто не буду платить. Ассоциация «Свободное слово» представила и пилотную версию сайта, на котором уже есть обращение по поводу журналистов «Новые газеты», письмо в поддержку Олега Сенцова, рассказ о суде над директором Украинской библиотеки в Москве Натальей Шариной. Руководители международного ПН-центра, которые приехали в Москву, сказали, что поездка их была ознакомительной, но они готовы поддержать борьбу за «Свободное слово» своих российских коллег. Елена Поляковская, Антон Олейников, Радио «Свобода», Москва.